11.03 в столице, это утро среды, как обычно мы проводим в спортивном режиме. На этой неделе радиостанция «Финам» отмечает свое пятилетие. Мы рассказываем о политике и о том, что происходит в экономике, и биржевые котировки у нас тоже есть. К счастью, появляются сейчас в большом количестве и спортивные новости, и есть у нас спортивная программа, и народ это тоже интересует. Согласитесь, что, в общем, любому мужчине, аудитория у нас преимущественно мужская и взрослая, интересно, как сыграл, например, в финале Лиги чемпионов один немецкий клуб с другим, Боруссия с Баварией. Но одно дело слушать радиорепортаж, другое дело смотреть непосредственно либо на стадионе, либо по телевидению, либо с помощью всевозможных интернет-коммуникаций. Все это у нас есть. Так вот, если раньше, как мне кажется, заслушивались репортажами Николая Озерова или Владимира Перетурина или Владимира Маслаченко, то теперь этот жанр, как мне кажется, спортивного радиорепортажа находится в некотором унынии, если можно так сказать. Есть ли у этого жанра будущее и кто приходит в спортивную радиожурналистику? Сегодня мы говорим с преподавателем кафедры телевидения и радиовещания журфака МГУ Викторией Сухаревой. Виктория, добрый день. Здравствуйте. И второй гость — это Александр Зильберт. Ныне он издатель журнала «Иллюстрированного литературного пионер», но, в принципе, известен, наверное, для спортивной аудитории как радиожурналист, который как раз специализируется на спорте. Если я не ошибаюсь, Александр, у вас была программа на радиоспорт и на «Комсомольской правде», да? Да, это правда. Была программа «Светский спорт» она называлась и там, и там. А журнал мой нынешний называется «Русский пионер». А, «Русский пионер». Но, тем не менее, мы будем к вам обращаться сейчас как к человеку, который знает о спортивном радиорепортаже достаточно много для того, чтобы быть компетентным в этом деле экспертом. Ну, сразу первый прям блиц вопрос. Есть жанр спортивного репортажа как таковой сейчас на радио и насколько он популярен? Саш, наверное, к вам вопрос ввиду того, что вы в этом варились. Ну, если отвечать предельно коротко, то да, разумеется, есть. Как же без спортивного репортажа на спортивном радио? Но суть в том, что на нашем российском радиорынке сложилась такая ситуация, что у нас ровным счетом одна спортивная радиостанция, соответственно, конкуренции никакой нет. И, соответственно, вот только там и присутствует этот самый спортивный жанр спортивного радиорепортажа. Хотя вот о тех временах, о которых вы только что вспоминали, им можно назвать намного большее количество достойных имен комментаторских, которые блестящими были журналистами именно в смысле жанра спортивного радиорепортажа. И мне кажется, что это обеспечивалось еще и в том числе значительной конкуренцией, поскольку при меньшем общем количестве радиоточек было больше мест, где, собственно, спортивный радиорепортаж был востребован. И маяк был, и там на третьей кнопке были репортажи, где только не было. Еще была радио-юность, я помню, тоже заслушалась. В общем, везде, можно сказать, были спортивные радиорепортажи, а сейчас они есть только в рамках одной радиостанции, что, безусловно, на мой взгляд, обеспечивает некий кризис жанра. Виктория, а ваше мнение по этому поводу? Ну, на самом деле, с репортажами вообще сейчас все очень плохо, потому что классический репортаж, в том виде, в котором мы его знаем, помним и любим, это такое развернутое повествование, в котором есть своя драматургия, герой, внешние шумы и прочие прелести жизни, которые позволяют нам реально присутствовать в тот момент на стадионе или где-то, где происходит действие. Современные форматы и современная стилистика звучания радиостанции не позволяют разворачиваться душе в длинном хронометраже, поэтому то, что сейчас называется спортивным репортажем, это скорее прямое включение с места событий, в котором в лучшем случае корреспондент может озвучить галочки секунды, и то, что белые побежали направо, а красные налево. На мой взгляд, более распространен формат онлайн-комментарии, то есть вот когда идет у тебя матч, и ведущие в студии комментируют его вживую, и это длится столько, сколько длится матч с перерывами, там, на новости или на какие-то вставные элементы. И это, скажем так, несколько другая форма, нежели чем репортаж в том виде, в котором мы привыкли его называть. Поэтому, на мой взгляд, формулировка будущего спортивного репортажа не совсем правомерна, потому что формы жанра меняются очень серьезно в последнее время. Но то, о чем говорил Александр, нет конкуренции, и нет необходимости полтора часа сидеть перед радиоприемником для того, чтобы послушать, что происходит на финале вышеупомянутой Лиги чемпионов. Я включаю телевизор и совершенно с удовольствием на это наблюдаю. Посмотрите со мной. Я практически не согласна с вами. Мы живем, если говорить в данной ситуации о мегаполисе, преимущественно, хотя, в принципе, в региональных городах, я много очень езжу по России, есть такая печальная история, как пробки. Да, к сожалению. Во-первых, и попасть к матчу при условии сдвига по часовым поясам, начало матча в неурочное время и так далее, и так далее, и так далее. Очень сложно. И с этой точки зрения люди, которые хотят послушать что-то или посмотреть, или узнать о результатах, они с удовольствием будут слушать повествование об этом в режиме реального времени, сидя в машине. Потому что, к сожалению, мы проводим очень много времени вне телевизора. Это благословенные дни, когда человек мог прийти вечером домой в 6 часов, открыть бутылочку пива, сесть, лечь, выгнать жену детей, закрыться и... Наслаждаться. Да, сублимировать в телевизор. А сейчас, к сожалению, ситуация другая. Более того, ритм жизни, который мы сейчас ведём, не позволяет нам совершать естественные отправления жизненные в течение недели, поэтому у нас есть выходные дни. И тут мы оторваемся. Ну, не знаю, кто там оторвается, не знаю, как вы проводите свои выходные, но я беру мужа за шкирку, и мы едем с ним по магазинам закупать продукты. И вы по ходу вашей поездки, стоя в пробках... Нет у него матча, собирайся и езжай за едой. А кроме продуктов возникают ещё острые потребности, которые нужно осуществить, и бедные мужчины по всей стране, выгоняемые своими тётками, во время всех самых важных и интересных трансляций отрываемые от телевизора, вынуждены как-то компенсировать стресс от шопинга, и они с огромным удовольствием по выходным дням слушают спортивное радио. Это, собственно говоря, тенденция российская стопроцентная, и европейско-американская в том числе. И прослушиваемость радио по выходным, она зашкаливает. Естественно, люди хотят узнать, увидеть то, что сейчас происходит в телевизоре, к которому у них нет доступа. Но согласитесь, это же не постоянная тенденция. Я когда-то могу успеть на матч, и я с удовольствием его посмотрю, а когда-то, да, так обстоятельства складываются, что я вынуждена слушать радио. Вот у нас есть Александр, яркий представитель мужского населения, который является основной аудиторией, да, я так понимаю? Да, и который еще, кроме всего прочего, не ездит по выходным за продуктами. Вы часто... Волею пославшей меня жены, да. Александр, вы часто слушаете то, что происходит на футбольном поле, в финале там олимпийских игр между волейбольными сборными России, где идет борьба за золото? Вы слушаете радио или вы смотрите? Ну, что касается финала волейбольных сборных на Олимпиаде, то я предпочитаю присутствовать все-таки на такого рода событиях. Хорошо бы в Лондоне. Да, да, именно там. Вот. Что касается всего остального, то мне кажется, что мы вот находимся в данном случае на очередном изломе. Это касается и журналистики, репортажной в целом, и, безусловно, это тоже транспонируется и на спортивный репортаж тоже. Поэтому жанр этот, он модифицируется, он мутирует, можно сказать. То, о чем говорил Вита только что, действительно, он видоизменяется. Я бы не сказал, что он исчезает. Он видоизменяется, совершенно другие жизнь предъявляет требования к этому жанру. Соответственно, действительно, да многие уже даже, когда смотрят телевизор, они не выносят этих комментаторов, которые по телевидению... Они их выключают. И включают, например, то же самое, там, радиоспорт, о котором мы говорили. А, даже так? Да. Или, например, как всегда мы посматриваем там на Запад, как всегда мы еще с большей пристальностью посматриваем через океан в Америку, где все, скажем так, процессы развития журналистики потом повторяются у нас там с опозданием на 5-10 лет. Так вот, там уже есть возможность выбора комментатора, например. Она, более того, она уже реализуется на платформе НТВ плюс спорт, сейчас даже у нас в России. То есть, одновременно ведут репортаж об одном и том же матче. Несколько комментаторов, да, и ты можешь выбрать тот, который тебе больше по духу, больше подходит, больше нравится. Более того, уже, опять же, в той же пресловутой Америке есть возможность слушать радиорепортаж во время матча, находясь на нем. И тоже выбирать даже этих самых комментаторов. Жирно живут американцы, я вам хочу сказать. Да нормально живут. Они просто смотрят, что востребовано на рынке, и тут же производят этот продукт. Скажем, я многократно посещал турниры так называемого большого шлема, теннисного. Я могу сказать, что там вообще десятилетняя уже традиция своего собственного радио у каждого турнира. И на Australian Open в Мельбурне есть такое радио. Они действуют сейчас, перебьют, только во время этого турнира? Только во время этого турнира они действуют, да. Вот сейчас идет Ролан Гарус, в Париже тоже есть радио Ролан Гарус. И, соответственно, каждый пришедший на этот турнир, это огромное количество зрителей, поскольку огромное количество кортов, может взять себе наушничек и слушать радиорепортаж с любого корта, где бы он там ни находился, и быть в курсе событий. Еще комментаторов не выбирают, но корты уже выбирают. Это я к чему все веду? К тому, что на самом деле, конечно, мы идем к тому, что журналистика сужается со средств массовой информации, скажем так, да, там с газеты до одного медиа-лица. Вот, например, я уверен, что уже несколько лет знаменитейшего нашего комментатора Василия Уткина, с гордостью могу сказать, что моего приятеля хорошего, его можно считать отдельным средством массовой информации. Более того, у него есть даже такой блок, он называется «Радио Уткин». Действительно, он и радио, он и телевидение, он и блок, он и интернет, он и все в одном лице. И люди хотят слушать вот этого, как это называется, opinion leader, как сейчас принято говорить модно. Вот, и вот до всего этого сужается, и, соответственно, и запросы людские тоже. Я хочу именно то, что я хочу. Поэтому я уверен, что будут смотреть уже в машинах. Да, люди будут ездить в магазины, но смотреть по телевидению и выбирать то, что им нравится слушать. О спортивном радиорепортаже продолжим говорить буквально через две минуты. Не уходите. 11.18 в Москве. Возвращаемся в это утро среды спортивной сегодня и обсуждаем спортивную журналистику и жанр спортивного репортажа, есть ли у него будущее. У нас тема звучит немножко по-другому, да, романтика и реальность. В гостях Александр Зильберт, один из лучших спортивных журналистов в России, и Виктория Сухарева, эксперт в области радио и медиакритик. В общем, люди, которые знают о радио и о спортивной журналистике. Наверное, если не все, то очень много. Еще раз вас приветствую. Добрый день. Мы заговорили с вами о том, что есть отдельные персоналии в спортивной журналистике, которые заменяют собой, да, Саш, правильно я вашу мысль понимаю? Да, совершенно верно, да. Я, понимаешь, я долго говорил, но просто вот, чтобы закончить и уточнить, мне кажется, что все, мир движется к тому, мир журналистики, что будет вот так называемая, как это уже модная тоже услуга, видео-он-демант, да, то есть вот точно так же человек будет иметь возможность заказывать тот контент, который ему нравится в то время, более того, когда ему нравится. Почему сейчас так популярны эти торренты? Вот я честно могу сказать, я там люблю очень многие программы, но я их скачиваю из интернета и смотрю тогда, когда мне удобно. Еще желательно с тем комментатором, если мы говорим о спортивной журналистике. С тем комментатором, вот, и тут как раз вот появится и уже появляется этот запрос, скажем так, населения на изменение, собственно, жанра, изменение профессии, потому что если сейчас посмотреть на спектр комментаторов, вот да, те, которые ушли, мы можем, и у Владимира Никитича, Никитича Маслаченко, да, я там не могу сказать, что я был большим поклонником, да я вообще не был поклонником его репортажа, но уж, что точно нельзя отнять, была своя манера, и мы можем эту манеру описать. То, что в нынешнем языке называется харизматичность. Да, легко можем вспомнить. Она может быть харизматичной, может быть не харизматичной, но была своя манера, и мы ее можем описать, вспомнить, спародировать даже и так далее. Вот, что представляли собой мастодонты. Сейчас настолько все усреднено, что, ну да, хорошо, я знаю прекрасно, то есть не только голоса, а лично, наверное, там большинство комментаторов, вот, нелегко их отличить. Но если задуматься, то вот какие-то реальные стилистические отличия большие есть, ну, у двух, там, у трех, может быть, человек. И это, конечно, большая беда. И мне кажется, что вот мы придем к тому, что будет запрос на какую-то оригинальность. И может быть, это выльется сначала в какие-то, ну, совершенно новаторские формы, как там появилась недавно программа «Картавый футбол», там, когда «Картавый человек», значит, ну, я шепелявый человек, он «Картавый», вот короли дикции мы, вот, ведем программу о футболе. Возможно, появится некий там футбольный или спортивный шнур, который будет матом комментировать. Не прийди, господи, это же ведь жанр убьется напрочь сразу. Зато рейтинг у него будет сумасшедший. Да, да. Ну и что же, гнаться за тем, что любит публика. А что вы сделаете, если будет запрос населения на это? Что вы сделаете, если 100 тысяч человек захочет купить репортаж в его исполнении? Поэтому я вот об этой тенденции, собственно, хотел просто заявить. Ну, я с вами согласна, потому как, когда ты спрашиваешь, кого ты знаешь из российских или пусть еще там советских журналистов, называют это действительно пару-тройку фамилий. И что самое интересное, называют именно телевизионных комментаторов, спортивных, радийных, таких практически нету. Вот вы можете назвать сходу тех людей, которые в жанре спортивного радиорепортажа хорошо известны и там могут сравниться с вышеупомянутым Василием Уткиным или Дмитрием Губерниевым? Сегодня нет. Более того, я абсолютно согласна с Сашей на 100%. Мы сейчас наблюдаем просто какую-то катастрофическую усредненность людей, которые садятся к микрофону и пытаются что-то комментировать. С другой стороны, в этом есть тоже, их можно понять и пожалеть, потому что кто-то из них вообще никому ничему не обучался. Это такие самородки, которые, приходя в редакцию, неизбежно подвергаются секвестированию, цензурированию, приглаживанию. Потому что, к сожалению, спорт, кроме того, что это игра, это еще и политика. И тут шаг вправо, шаг влево. Есть большой шанс, если не физически, получить пуль в лоб, то по башке это уже получить 100%. И нужно быть очень осторожным. И они хотят получать свои деньги, они хотят из этого сделать профессию. Эта вот вилка между деньгами необходимостью зарабатывать и быть востребованным в легальных СМИ и реальной популярностью заставляет их очень сильно выравниваться. И, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема профессии, потому что, в принципе, современная журналистика, она не очень любит ярких, высовывающихся, оригинальных журналистов. Как не любит? Вы только что поговорили о том, что медиаперсона есть отдельная, Василий Уткин, и есть там Дмитрий Губерниев. Вы назвали двух, на этом все закончилось. Нет, есть прекрасный Черданцев, есть Тагниенко, которого все с удовольствием смотрят, когда идут футбольные какие-то репортажи. Тагниенко замечательный. Есть Александр Попов, бог в Формуле-1. Алексей. Алексей, простите, пожалуйста. Они все абсолютно замечательные, их всех очень приятно слушать. И мы их все, безусловно, узнаем по голосам, потому что вы сколько человек назвали? Пять-шесть? Ну да, не больше. Не больше. Если бы их было, условно говоря, 20, то через какое-то время, если бы, опять же, мы бы не привыкли их слушать и не узнавали бы их по голосам, они бы для нас всех превратились, в общем-то, в одних и тех же людей, которые прекрасно говорят, но в этом нет абсолютно никакой оригинальности. И в этом нет личности, вот то, о чем говорил Саша. Почему люди сейчас, почему люди с удовольствием будут слушать к моему величайшему ужасу, ну, безусловно, это так, условного шнура от спорта, который будет провоцировать аудиторию, говорить на суржике, максимально приближенном к языку стадионов? Потому что, во-первых, это то, как люди это все смотрят, как они это комментируют, а во-вторых, потому что там будет энергетика, драйв, реалии, он будет видеть все, что происходит, он не будет зацикливаться на голах, очках, секундах и на палет-корректности. Но мы будем говорить о том, что этот человек разбирается в спорте, ведь по большому счету, или в частности в футболе, по большому счету люди, которые приходят на футбольные стадионы, они считают себя судьями прекрасными, игроками, тренерами, они во всем разбираются. Но если копнуть глубже, эти люди половину правил не знают того вида спорта, на который они там, допустим, пришли на стадион. Разве не так, Саша, вы с этим не сталкивались? Согласна. Да, отчасти это, безусловно, так. Вы знаете, здесь защита, безусловно, у профессии, у жанра, она есть, защита от шнура, если уж мы заговорили об этом. От условного шнура. Да, от условного шнура, она есть, причем двусторонняя, на мой взгляд. Потому что спортивная аудитория, она все-таки настолько специфическая, что действительно им важна профессиональная, экспертная оценка происходящего, поскольку спортивная аудитория, она заточена на обсуждение, на какую-то оценку происходящего. Они все время хотят, нет, вот там, судья был прав, нет, судья был не прав. Для этого им нужен вот какой-то вот этот драйвер, да, им нужен собеседник, который эквалифицирован, который не только орет там и вот несет в себе этот эмоциональный заряд, да, но действительно пытается, по крайней мере, как-то с профессиональной точки зрения происходящего оценить. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, есть пока еще, по крайней мере, есть защита и в лице просто, ну, комментаторов высшего полета. Например, то есть я считаю, что всем болельщикам крайне повезло, что они живут в ту эпоху, когда они могут слышать с экрана комментарий Владимира Александровича Гомельского, например. Согласна. Потому что, на мой взгляд, это, ну, абсолютно лучший спортивный комментатор нашей страны, не считая того, что он не комментирует футбол, потому что то, насколько он разбирается, скажем, ну, в баскетболе конкретно, ты смотришь баскетбол совершенно другими глазами, как раскрытую книгу. Он тебе дает совершенно какие-то потрясающие знания, тебе кажется, что ты с завтрашнего дня можешь тренировать команду высшего уровня в этом самом баскетболе. Ну, согласитесь, тогда, если мы говорим про условного шнура в радиожурналистике или в любой спортивной журналистике, или не приведи, господи, программу про картавый футбол, мы сами сводим и себя, и своих слушателей, и зрителей на уровень ниже. Потому что в этом случае я не представляю себе Гомельского, который начинает на этом языке и с непрофессиональной, некорректной точки зрения оценивать игру, допустим, ЦСКА или сборной России. А если это будет картавый футбол, то это будет именно так. Вы понимаете, здесь мы как раз вернемся к разговору о конкуренции, которая сейчас не очень-то и есть. Поэтому как раз вот это сужение рамок до того, когда человек будет выбирать себе конкретного комментатора, вот это вот в клинч как раз войдет. И мы посмотрим. И когда, значит, Гомельский будет с картавым, значит, шнуром... Это ужасная перспектива. Конкурирует. Вы понимаете, а все равно всегда все развивается синусоидально. То есть будет всплеск этого явления, потом все выровнится, и мы увидим, что все-таки большее количество людей, они хотят именно Гомельского. Но то, что такого рода конкуренция, она нужна, собственно, и для жанра, ради которого мы здесь все собрались, и за которым мы переживаем, и для спортивной журналистики в целом, мне нет сомнений. Вот мне кажется, что еще вопрос возрастных каких-то, наверное, рамок, потому как, на мой взгляд, 18-летний мальчик, который вчера играл в спортивной школе где-нибудь в Омске, ну, просто вот, к примеру, он не может прийти на телевидение и начать профессионально комментировать. У него нет опыта. И тягаться с мастодонтами типа Гомельского или Уткина ему, в принципе, невозможно. Но они же лезут в эфир, простите за это слово. Некорректное. И они хотят, и им надо. Более того, их с удовольствием покупают, потому что любой человек, который каким-то образом там маломальски засветился, и из которого можно сделать медийную персону, его будут раздувать до бесконечности, потому что просто альтернативы ему нет. На самом деле, вот, на мой взгляд, разговор этот касается в том числе и, если уж говорить так, высокопара, двух разных парадигм. Мы сейчас говорим с вами о классическом, классном, абсолютно советском, правильном, эмоциональном, профессиональном комментарии. Но есть еще американские комментарии, которые обслуживают спорт как сферу развлечения, где ты должен завести народ до такого состояния, чтобы они максимально включались, чтобы зашкаливали рейтинги, чтобы был адреналин. И каким образом ты это сделаешь? Это, собственно говоря, твоя территория. От тебя хотят шоу, от тебя хотят комментария как шоу, не экспертные оценки, и она не исключена. Но шоу превалирует над содержанием. И вот мы сейчас, по большому счету, сталкиваемся с тем, что, с одной стороны, мы все хотим услышать, условно говоря, Озерова и классиков, и все ностальгируют, скачивают из интернета, слушают и плачут. А с другой стороны, нам нужно, чтобы это был провокатор Бубнов, провокатор Вагин с адреналином, шепелявые, кортавые, убогие, которые будут вытаскивать на поверхность всю ту реальность, создавать нам тот самый адреналин и те эмоции, которых нам не хватает в жизни. Нам нужно как бы приоттачиться кому-то, чтобы отсублимировать. И это, к сожалению, столкновение двух подходов принципиальных, достаточно интеллигентной, экспертной, квалифицированной советской школы комментарии, и спорта как бизнеса и развлечения, элемента шоу. Италия, вот сразу по ходу вопроса, вот на три секунды ответ, кто в этом противостоянии между эмоциями и профессионализмом победит, на ваш взгляд? Эмоции, увы. Либо это будет какая-то сублимативная форма, которая будет бить исключительно только в подсознании российского потребителя, потому что русские люди, они перпендикулярны всему, мы все выходцы из-за пухи социализма. Возвращаемся в студию через две минуты. Возвращаемся в студию. Сегодня у нас такая жаркая дискуссия. Кто и как, самое главное, будет нам комментировать в ближайшее время спортивные соревнования, не знаю, спортивные события, любые от Олимпийских игр до матчей ФНЛ. У нас в гостях медиакритик и человек, который учит как раз журналистов, в том числе и спортивных, Виктория Сухарева, она преподаватель кафедры телевидения и радиовещания Журфака МГУ, и Александр Зильберт, человек, который много лет проработал в российском радиоэфире. Виктория, наверное, вопрос к вам. Вы как преподаватель, вот кто к вам сейчас приходит? Из молодых, из начинающих, они амбициозные, чего они вообще хотят в жизни? Хотят ли они, например, идти именно в спортивную радиожурналистику? Или это, в общем, для них уже, ну, можно пойти, если будут хорошие деньги, например? Ну, на самом деле, это очень болезненная проблема. Для меня, как для преподавателя, я думаю, что для всех людей, которые сталкиваются, ну, педагогов, которые сталкиваются с молодым поколением, потому что мы сейчас имеем дело, я бы так сказала, с потерянным поколением детей, рожденных в последние годы перестройки и первые годы демократической России. Это дети, которые, в общем, которыми, по большому счету, никто особенно не занимался, и которые с потерянными ориентирами, с родителями, которые прошли там все кризисы, разводы и так далее, и так далее, и так далее. Такие немножко потерявшиеся трамвайчики. И они абсолютно космополитичные, они достаточно амбициозные, они хотят славы, и при этом у них отсутствует идеологический базис, они не очень понимают современные ценности. Буквально на одном из последних занятий я рассказывала студентам первого курса, что такое Брестская крепость. И меня это просто потрясло. Для них это новость? Да. Они сказали, мы что-то слышали, группа 40 человек. Мы слышали что-то, но что мы не помним? Вы не могли бы нам рассказать, что такое Брестская крепость? И в этот момент я, в общем, понимаю, что это... Кино. И кино тоже не смотрели. Это же не блокбастер, там, вспомнить все ремейк 1980-х годов, понимаете? Это же совсем другая история. Для них спорт — это возможность попасть в телевизор и стать медийной персоной. Это возможность приотачиться, прикоснуться к медийным персонам, потому что многие спортсмены, они являются субъектом, скажем так, медиа поклонения сумасшедшего. Никто не помнит, какие у них заслуги, но все знают, что... Они звезды. Анна Курникова выходит замуж за Энрики Иглесиаса. И когда ко мне приходит прекрасная девочка с губами, бюстом и говорит, я буду спортивным комментатором, я теряюсь, потому что я не очень понимаю, что она будет делать в спорте. Я могу ответить на этот вопрос? Она будет делать то же самое, что Анна Курникова, искать себе Энрики Иглесиаса. Но прежде чем она его найдет, она будет пытаться что-то комментировать и иметь в этом этом мозг. Так я и никто не пустит в медиапространство. Я вас умоляю. Пустят с большим удовольствием. Прекрасные фактурные девочки сейчас так же востребованы, как и симпатичные в меру безмузглые мальчики, потому что просто реально вакуум в медийной сфере. И, безусловно, они хотят этим заниматься. И спортивная журналистика как направление на журфаке, в частности, МГУ набирает очень серьезные обороты. Есть и специализация, и программа повышения квалификации, и магистратура. И, в общем, выбираешь, что хочешь. И, в целом, все, чему там учат, вроде бы правильно. Советская школа, американская, европейская школа, спорт, значит, спортивный пиар, спортивный маркетинг, значит, там, типа, как бы какие-то азы журналистики. Но проблема заключается в том, что чему бы мы их ни научили, к сожалению, при столкновении с реальностью, с практикой, может прийти к состоянию нуля. Потому что все эти стандарты, там, звучание как озеров, там, красота, прочее, оно бьется в ноль. Если человек приходит, ему редактор говорит, мне не надо это, ты тухлый, не надо мне тут умничать. Нужно эмоции. Да, мне адреналина. И, пожалуйста, сделай так, чтобы все там слушали и так далее. Более того, например, на Западе есть такое направление, как радионенависти. Целое направление, ну, условно, в журналистике, так называемом, the hate radio, это когда люди слушают и ненавидят. И поэтому слушают еще больше. И провоцируют как раз сами комментаторы, которые в этот момент сидят. Естественно. Причем это не просто комменты, это могут быть диджеи, ведущие, комментаторы. Они раздражают, и поэтому их слушают, потому что они раздражают. Вот. Это в том числе одно из интересных направлений, которое сейчас тоже активно используется. Другое, потому что у нас вот этих вот раздражителей немного. Вот их можно перечесть по пальцам, которые делают это квалифицированно. А что касается студентов, да, студенты идут, студентам это интересно, но возникает вопрос, чему их учить. Классическим правильным образцам или тому, как правильно, хорошо зарабатывать деньги, сделать карьеру и стать красивым медийным лицом. Это то, о чем мы с вами говорили, столкновение между эмоциями и классическим репортажем в исполнении мастодонтов. Ну, я бы так не утрировала с точки зрения, классический репортаж, может быть, тоже дико эмоционально, дико классно сделан. Но тому же Николай Озеров упрощает же его эмоциональное высказывание относительно попадания мяча в штангу, до сих пор цитируют. Ну, Губерниеву, по-моему, да, не простили. Не простили. Ну, это хамство, вот со стороны Губерниеву было хамство, так что не будем об этом. Вспомним лучше. Ну, да, такая деликатная история. Вот. Поэтому здесь как бы есть некая такая вот деликатность, которая касается всей журналистики, преподавания, всей журналистики в целом, потому что, с одной стороны, мы должны их учить стандартам, качеству, двусторонним освещению, умению видеть, анализировать и так далее, и так далее. С другой стороны, приди мне, сделай красиво, сделай мне шоу. Что хочешь делай, хоть голышом скачай, мне все равно. Только сделай мне так, чтобы меня смотрели и слушали. И зачастую те редакторы, которые принимают у этих детей на работу, они очень сильно понижают планку тех стандартов, которые пытаются в них заложить на журфаке. Знаете, как это бывает, наверное, для представителей очень многих профессий. А теперь, уважаемые бывшие студенты, приходите к нам в контору, забудьте о том, о чем вам говорили в вузах, и мы вам научим реальным репортаж. Саша, вот из тех людей молодых, которые сейчас занимаются спортивной журналистикой, есть кто-то, кто вызывает у вас уважение, интерес, кого хочется послушать, кто подкупил вас своим профессионализмом, может быть, или там, действительно, заинтересованностью в деле? Ну, стоит вспомнить в этой связи о такой тоже просветительской функции того же НТВ+, спортивного, который организовывает ежегодный конкурс комментаторов, когда из народа со всей страны отбираются лучшие из лучших, и на конкурсной основе в результате один из них получает приз не в виде каких-то денег, а в виде контракта, значит, на НТВ+, и, по-моему, даже с проживанием, с оплатой проживания в квартире в Москве. Вот, и все ребята, которые вышли из этого конкурса, начиная чуть ли не с Розанова, который, по-моему, тоже через него проходил, если я не ошибаюсь, они все, конечно, достойные уважения, достойные интереса к своему творчеству. Вот, но я бы о каком-то повале, понимаете, нету большой темы для обсуждения, нету какого-то повального прихода молодых искрометных лиц в спортивную журналистику вообще, вот, и в репортаж уж телевизионный или радио в частности, вот, а что касается, я хотел бы тоже свои пять копеек ставить по поводу образования, вот, мне кажется, что поскольку, ну, то есть, вот, все-таки, ну, в данном случае университет государственный, да, то его как раз вот функция, в частности, заключается в том, чтобы противодействовать вот этой системе, которая сложилась на рынке, да, и сделать надо так, чтобы вот этот анекдот, который вы озвучили, сделать его нереальным, чтобы они не смогли забыть того, чему их учили, чтобы вот эти вот какие-то устои, какие-то настройки, которые в них вбивали бы на факультеты журналистики, они не терялись, а все равно, то есть, вот стержневым образом внедрялись в этих людей и, значит, следовали с ними, были бы с ними на протяжении всей профессии. В условиях реальной жизни, в условиях реальной компании, в которой придут ребята эти работать, это возможно? Мне кажется, что, вот, я-то, в принципе, то есть, мой опыт обучения, там, в 90-е годы на факультете журналистики, подсказывает, что в культуре журналистики все, по крайней мере, времена, очень плохо учили непосредственно профессии, хотя есть точки зрения, что профессии вообще учить очень сложно и невозможно учить, что можно только там, вот, пойти в редакцию и там научиться. Мне кажется, что это неправда. Мне кажется, что проблема там, вот, моих годов была в том, что учили нас люди, которые в своей жизни не написали там ни одной заметки, которые не провели ни одного самостоятельного... Они теоретики? Они абсолютные, абсолютные теоретики. Я вполне уверен, что сейчас могло что-то измениться, и судя по тому, что Виктория работает в культе журналистики сто процентов, что-то изменилось в этом смысле в позитивную сторону. Вот, но мне кажется, что все равно, то есть, вот какие-то... Надо дать инструментарий, надо научить... Надо научить человека... Правильно? Да, надо научить человека, как там вот добыть информацию здесь, как ее перевести там в буквы, как нужно говорить, как это вот здесь вот, как этот жанр работает, как выстроить, как сделать вот какие-то практические вещи. А дальше он уже с этим инструментарием, по крайней мере, он сможет эти вещи создавать в совершенно разных медиаусловиях. Мне так кажется. Вот я сейчас скажу. Значит, если учили, мы с Сашей были одногруппниками, так уж нам повезло в этой жизни. И учились с ним, и заканчивали, поступили в один год, закончили в один год, и при этом он известный спортивный журналист, а это достаточно известный медиакритик и преподаватель. То, в общем, и квалификация при обучении на факультете журналистики МГУ, из стен, которого вышло две трети российских журналистов, в общем, можно спорить и спорить. С чем-то, безусловно, Саш, здесь сложно согласиться, потому что мы с тобой учились с 90-х годов, когда, в принципе, был тотальный бардак во всем. Он сейчас не лучший, но тогда народ терял ориентацию в пространстве, и люди, которые до этого заведовали кафедрами коммунистической печати, переквалифицировались в заведующих кафедрами по пиару, модной технологии. Собственно говоря, там, условно, это... Это очень схожая. Схожая, безусловно, очень схожая вещь. Проблема, с которой сейчас мы сталкиваемся, я, безусловно, с собой согласна, и мы пытаемся это сделать на журфаке, в первую очередь, мы пытаемся дать конкретный инструментарий и научить каким-то конкретным вещам, которые позволят человеку не носить кофе до бесконечности, до старости, и не работать. Была такая замечательная профессия на старом советском радио разбобышечник. Это человек, который размагничивал пленки. Или вторая профессия замечательная, сифовик. Это тетчика, которая сидела с ключами около сейфа, это было ее рабочее место. Так мы не готовим больше сифовиков и разбобышечников. Мы готовим более-менее квалифицированных специалистов, которые могут сделать ручками, подумать и создать более-менее внятный, причем сейчас уже мультимедийный продукт. Виктория, вы, отвечая на вопрос Александра, учите, как это делать? Безусловно. Та же самая спортивная журналистика раскладывается на спорт на телевизоре, спорт в принтах и спорт на радио, спорт в мультимедийной среде. Тут уже, еще раз повторю, тут другой вопрос. Мы можем научить их чему угодно, но приходя в редакции, зачастую их квалификации оказываются невостребованные, потому что у меня огромное количество студентов, которые после первой-второй практики приходят ко мне и все говорят одну и ту же фразу. Виктория Александровна, вы знаете, нам редактор сказал, что мы слишком умные, нечего выпендриваться. Оба-на. И это типовая история, и очень многие современные руководители многих радиостанций и других медиа, да, они, может быть, заинтересованы в каком-то мальчике и девочке, но они абсолютно не заинтересованы в его стремительном карьерном росте, потому что это потенциальный конкурент. Он должен годик посидеть. А то и два, а то и три. Выдержаться. Выдержаться, выстояться. А если этот молодой студент, обученный хорошими специалистами сейчас, выше квалификации, чем его начальник, что тогда делать? И тогда вот здесь вот придержать. Придержать. Поблагодарить после практики, сказать до свидания. И как бы засунуть его куда-нибудь подальше, чтобы он там, где-нибудь в другом месте выстаивался. Совсем не у тебя под боком, и не спорил с тобой на летучках, не выпендривался и так далее. И вот здесь вот есть некая коллизия, с которой мы сталкиваемся, потому что, к сожалению, не обновилось еще поколение людей, которые пришли в эту систему и вообще в журналистику в 90-х годах, в период хаоса, когда в нашей профессии есть и патологоанатомы, и физики, и биологи, и историки. Каждый там третий историк и специалист по российской действительности как в прошлом, так и в будущем. Но, к сожалению, очень мало квалифицированных журналистов. И пока вот это поколение не сменится, мы будем сталкиваться с вот этим вот несоответствием. А учим мы сейчас совсем по другим законам, безусловно. Но этика встает просто реально на первое место. И умение себя вести в редакционной среде. Саша, у вас легко карьера складывалась, несмотря на то, что тот процесс обучения, который был в МГУ, для вас оказался не очень нужным, скажем так. Да, я считаю, мне очень повезло, поскольку у меня очень хорошая школа была практически с самого начала. У вас было везение с редактором? Мне было везение с людьми, с которыми мне доводилось вместе работать. Это начиная от Сергея Мостовщикова и продолжая вот сейчас Андреем Ивановичем Колесниковым, моим любимым во вселенной журналистом. Продолжим. Возвращаемся в студию. 11.48 на наших часах. Сегодня обсуждаем спортивную журналистику, романтика ли это или какая нас ждет реальность. В гостях у нас медиакритик и преподаватель журфака МГУ Виктория Сухарева Александр Зильберт, один из лучших спортивных журналистов. Вычитала, что вы были в 2006 году признаны лучшим спортивным журналистом страны. Так что в вашем послужном списке есть, я так понимаю, не один, в том числе, радиорепортаж. Знаете, наверное, вопрос больше к вам. Столкнулись ли вы с таким, когда ты приходишь в любую редакцию, будь то радио или телевидение или газета, у тебя нет образования, то, о чем говорила Виктория, соответствующего профильного, ты там филолог, историк, экономист, не знаю, кто угодно. И тебе говорят, вот мы тебя на экономический форум не пошлем, в администрацию президента тоже не пошлем, иди-ка ты, дружок, на футбольный матч сходи. Там же очень просто писать. Вот ты сейчас нам такой репортажик напишешь, и мы посмотрим, вдруг мы тебя в журналиста рангом повышен в экономический приведем. Вот отношение к спортивной журналистике как к тому, чем может заниматься абсолютно любой. У вас есть такое? Ну, как в второсортной такой журналистике. Да, да. Вот это действительно, конечно, больная тема, и она больная с советских, наверное, еще времен, когда была вот одна единственная ежедневная спортивная газета на всю страну, советский спорт, и куда, скажем так, ссылались журналисты из других изданий. В основном, то есть они ссылались, ну, какие-то пьющие ссылались, какие-то неблагонадежные ссылались. В результате, правда, в советском спорте всегда было созвездие блестящих совершенно умов, блестящих стилистов, да, и так далее. Вот. Но вот это вот отношение, что это журналистика второго сорта, она, к сожалению, докатилась и до наших дней, и, в общем, в большой, в большой мере спортивная журналистка, конечно, и сама в этом виновата, потому что, если говорить объективно, ну, я буду на стороне спортивной журналистики, она сложнее обычной журналистики, вот, на мой взгляд, реально сложнее. И по степени проникновения в материал, поскольку, ну, мой опыт подсказывает, что не каждый хороший журналист из общечеловеческой, скажем так, журналистики, может прийти и сходу иметь успех в журналистике спортивной, потому что глубокое проникновение в тему требуется, раз. Два, совершенно другие стандарты быстроты, молниеносности, реакции. Сейчас, конечно, уже общечеловеческая журналистика, она догоняет спортивную, но вот еще там несколько лет назад это была огромная пропасть, поскольку, когда ты работаешь там на Олимпийских играх в каком-нибудь Пекине или в каком-нибудь Ванкувере, где большая разница во времени, тебе порой надо матч еще не закончился, а тебе уже нужно поставить точку в репортаже, который выйдет завтра утром в Москве. Вот. А сейчас, конечно, с появлением всяких твиттеров, там, фейсбуков и так далее, все это более-менее приближается по скорости, но когда еще научатся обычные журналисты двигаться теми же темпами, которыми давно научились двигаться спортивные, мы еще посмотрим в данном случае кто кого. А в том плане, что сама виновата, понимаете, вот вы привели классический пример общеполитической редакции, да, то есть когда вот приходит действительно малый, его посылают там на футбол, поскольку спортивный отдел он самый там хромающий, да, и отдел писем даже намного важнее, потому что, опять же, в советских времен считалось, что работа с письмами это наше все, вот, и, соответственно, там порой и был такой вот отстойник в спортивных отделах общеполитических газет, где, значит, и все это главное выпускалось реально на полосы, и в результате сложилось мнение, ну а что, ну это спортивный журналист, ну они по-другому не могут, ну да, ну вот так, ну вот так они пишут, ну что, мы туда дожились не будем, у них там свои дела, ну да, ну вот у них такой уровень, даже я не знаю, вот приведу пример, когда, конечно, критикуешь коллег, то это гибельный путь, поскольку наживешь себе огромное количество врагов, но мне кажется, что в данном случае самый яркий пример газета «Коммерсант», блестящая совершенно газета, выстроенная там с первой до предпоследней страницы, поскольку на последней странице «Спорт», который почему-то разительным образом по качеству, по манере подачи материала, по всему отличается от всей остальной газеты, высокопрофессиональной со своими, значит, яркими звездами, подходами и там замечательными заголовками и так далее и тому подобное. Вот, а там это такое, это зона «Х», это такая резервация, там у нас живут спортивные журналисты, вы к ним лучше не заходите, они там пьющие, плохо пахнут и так далее. А еще редакторы ничего в спорте не понимают, поэтому редактировать толком не может и не хочет. Да, пусть они там сами, у них там своя аудитория, вот, в конце концов, должен быть у нас спорт. Вот он есть, и это у нас не главное. Отписки ради. Да. Ну, я здесь абсолютно согласна с Сашей, и, как бы, закольцевать наш сегодняшний разговор, вернусь к тому еще, с чего Саша начал, конкуренции. Давайте посмотрим на рынок спортивных СМИ федерального уровня наших, российских. Ну, надо сказать спасибо, что сейчас хоть что-то стало появляться, раньше же вообще ничего не было. Сейчас телевидение есть, какое-никакое радио, но этого мало. Радио одно, есть еще второе радио «Зенит», которое в Питере, абсолютно корпоративное СМИ. Значит, спортивное радио первое и последнее, больше никто не посигнет на эту ношу, потому что это достаточно дорогостоящая история, особенно в том формате, в котором на сегодняшний момент вещает спорт, разговорный проект. Значит, у нас есть две газеты, в которых, в принципе, один и тот же набор персонала, который перетекает из пункта в пункт Б, в зависимости от мнения. Но, согласитесь, есть еще глянец и хорошего уровня? Один. Плюс есть три сайта, которые конкурируют между собой, которые делают те же самые люди, и небольшая группа блогеров, которых так или иначе либо выгнали, либо которые сами ушли из этих самых несчастных пяти СМИ. И в этой ситуации рынок труда предельно недоразвит. Так самое время конкурировать. С кем? Куда конкурировать? Между друг другом, между собой. Если меня выгнали из одного СМИ, из другого, у меня сзади меня пять конкурентов, так вот я и должен выдать. А профессионально бы и национально. Спроса ждет предложения, спроса пока нет. Значит, честно скажу, вот у нас сейчас идет супер-пупер-бум под названием подготовка к Олимпиаде, и спорт переходит из категории второсортного времяпрепровождения для ГОП-быдла, окрестных... Государственную программу. Государственную программу. Это становится частью национальной идеи. Значит, национальная идея, там, православие как национальная идея себя не оправдало. Национальная идея, некая идеология государственная, ее не нашли. Вот у нас сейчас спорт новый фетер. Ну, не самый плохой вариант. Да, безусловно. Только вопрос в том, как он будет сделан. Пока я абсолютно однозначно наблюдаю выхолощивание идеи спорта из национальной идеи про спорт, потому что это превращается в какое-то шествие с флагами а-ля эпоха соцреализма, причем абсолютно без какой-то идеи, идеологии, без смыслов каких бы то ни было, дополнительное. И бесконечное вливание денег. Вливание денег. Неоправданное, как будто сумасшедшее. Мы переживем Олимпиаду, деньги закончатся, все олигархи скажут, простите, мы уже свое профинансировали, спасибо. Объекты разрушатся, все закончатся. Вы понимаете, в чем дело? Ищет информационный повод глобально, а так как это все сейчас строится, я не очень убеждена, что это будет долгосрочный проект. Мы сейчас переживем там, 14-й год, плюс еще там, два года, чемпионат мира по футболу. Правильно у нас там? В 18-й году. Ну, считайте, там лет 5-6 мы в эту историю, в эту игрушку поиграем. За это время выхолостится опять до нуля все, что было заложено в идеологию спорта, и мы будем опять искать очередную новую игрушку на государственном уровне. А этих лет, вот с нынешнего, например, отчета до 18-го года не может кардинально и коренным образом что-то поменяться? И мы действительно сделаем спорт как основу национальной культуры, идеи вообще, основу нации. Так возможно? Для этого должны во главе структур, которые разрабатывают эту самую национальную спорт как национальную идею, действительно мощные идеологи, которые смогут наполнить этот самый спорт дополнительными смыслами. Честь, достоинство, там, победа, фэр-плей и так далее, и так далее, и так далее. Но о какой фэр-плей можно вести речь, когда у нас все открыто обсуждают договорные матчи, когда у нас половина персонала, который бегает по полям, это иностранцы, и им все равно, за кого они сегодня бегают за Петрова, завтра они бегают за Сидорова, а послезавтра их купил Анжи всех пачкой, они бегают за Анжи. Это точно такое количество трансферов, в принципе, мне кажется, зашкаливает. И в этой ситуации люди, которые это смотрят, они это воспринимают не как идеологию и то, что заставляет стадиону подниматься и петь в едином порыве, а как просто развлечение. Вася, ты сегодня забил мало мячей, ах ты сволочь, а Вася вообще по-русски не говорит, ну условно говоря. Поэтому здесь, на мой взгляд, это очень правильный вариант и попытка поиграть в спорт как в национальную идею абсолютно справедливый, выбора просто особенного нет. Но что из этого получится на выходе, я, честно скажу, с большим надеем наблюдаю за тем, как это происходит на разнообразных уровнях. Но с определенной долей негатива и скептицизма, как мне кажется. Это не негатив, это скорее скептицизм, потому что у нас было самбо, у нас был большой теннис, простите, самбо, потом был случайно выбранный бадминтон. Дзюдо, я думаю, все-таки. Но сейчас, бадминтон, а не самбо. Ну дзюдо, но самбо как национальная идея, к сожалению, себя не оправдала, в олимпийскую семью мы не вошли, вот теперь. Поэтому, я честно скажу, вот если бы сейчас действительно шло вложение, интенсивное вложение в развитие самых спортивных СМИ и спорта как национальная идея, наверное, в этом бы появились бы журналисты, появились бы эксперты, там, детский нормальный спорт и так далее, и так далее. Да, вливания приходят, но они каким-то извращенным способом приходят. То есть, вместо того, чтобы объявить, там, государство, через Министерство спорта, могло бы объявить какой-нибудь грант, там, на освещение фигурного катания, к примеру. Кто, у кого лучше специалисты, да, кто лучше предложит концепцию освещения, тот выигрывает, получает этот грант, соответственно, может добавить, там, своим журналистам, хорошим, которые об этом пишут. А у нас как получается? У нас государство через, там, некие компании, там, финансируют федерацию фигурного катания. Я фигурное катание в данном случае беру для примера. На самом деле, это типовая конструкция. Дальше, значит, говорит, но про вас должны там писать все вокруг. Федерация хватается за голову. Так, как писать? Значит, идет в редакции. Редакция говорит, у нас нет денег ехать в ваш Токио на чемпионат мира по фигурному катанию. Вот вам денег, только езжайте обязательно, нам надо осветить, потому что у нас вот спонсор, а вот спонсоры там государства и про нас должны везде писать. А дальше едет конкретный журналист и видит, что там, например, все профукано и все проиграли. И начинает в этом, ну, скажем, например, честно разбираться. А я ему в редакции говорю, ты что, ты поехал за деньги федерации? Как ты можешь в этом честно разбираться? Ты уж давай как-то вот так вот, ну, сглаживай углы, давай как-то поделикатнее. Вот. И что получается-то? Ну, эффект получается обратный, деньги потрачены, вот, а качественного освещения как бы сми не происходит. А вот тут появляется шнур, условный шнур. И картавый футбол. И картавый футбол, который честно говорит о том, что он реально видел, без цензуры. Естественно, аудитория выбирает тех, кто говорит с ними о том, что они тоже сами чувствуют и видят, а не о тех, кто занимается приукрашиванием действительности и лакировкой ситуации. Так жаль, что у нас остается совсем немного времени, у нас как-то не получилось позитивного завершения разговора. Мне очень хочется верить, что когда-то спортивная журналистика А будет интересной, Б эмоциональной и, наверное, профессиональной вот в первую очередь. Верим в команду, как кричат моряшики. Верим в команду. Спасибо. Виктория Сухарева, Александр Зильберт. Болеем за наших и будем здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Ольга.